Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела замечательно. Сейчас буду прибирать здесь на столе. Я думаю, многие догадались. Я делала себе новый маникюр. Да, и я его таки сделала. Чуть позже вам поближе его покажу. В общем, короче, сейчас вот этот весь бардак мне нужно будет убрать и сесть за компьютер. У меня еще очень много дел. Вот. И я делала, знаете, маникюр вот с этими наклейками. Очень много меня расспросили, чтобы я сделала маникюр с этими наклейками. Кто смотрел мои влоги из Кореи, которые еще, ну, летом я снимала, когда в Корею летала, я там покупала вот такие штучки. Это гелевые наклейки. У меня, ну, не только BTS есть, у меня здесь есть еще другие. Сейчас я их найду. Как видите, у меня здесь опять переполох случился. Вот. И я такие еще тестила в магазине. Тоже во влоге показывала. Кореянки очень любят именно вот такие вот наклеечки. Вот эти я взяла для педикюра, а вот эти для маникюра. Вот видите, дизайн, декоративное, негативное пространство. Они вот такое вот очень любят. И, короче, я купила таких много. Вот эти BTS, они, естественно, подороже, стоили, по-моему, даже в два раза дороже, чем вот эти. И они должны, по идее, держаться очень долго. То есть, мне заливали, что они до трех недель, типа, держатся. Но посмотрим. Та наклеечка, которую я тестила, держалась где-то дня четыре, наверное. Вот эти уже фиговые BTS. Давайте вот здесь вам покажу. Вот. Видите? Уже вот эти вот края начали отходить. Но я сделала на гельвое, кстати, покрытие прозрачное. Наконец-то я базу нанесла и топ. И уже потом сверху эти наклеечки. Ну, то есть, я решила, что ногти я оставлю свои. Не буду их до конца спиливать. Всего лишь подкоротила длину, чтобы было удобно мне. И вот так вот. Сейчас еще вам здесь покажу. На этой руке другие немножко. Вот. Вот это вот мне очень нравится. Картиночка. Она прямо приклеилась так хорошо. И не отклеивается. Но не очень удобно. То есть, толстые какие-то ногти стали. Конечно, если издалека, то это нормально. Если учесть, как в Корее делают маникюр, то для них это нормально, чтобы здесь все отлипается. Вот. Ну, это такой экспресс, знаете, маникюр. Когда вот вы идете, допустим, на какое-то мероприятие. Не успели попасть там к своему мастеру. Раз, наклеили. И выглядит все нормально для одного вечера. У меня есть такая странная привычка, которая меня ужасно бесит. Носить пижамы не в комплекте. То есть, вот эти шорты, они вообще от другой пижамы. Вверх, от другой. Но я ношу вот так. Хотя можно было бы, в принципе, надеть один либо черный комплект, либо розовый. Не знаю, почему у меня так. Мне столько подарков вообще присылают, ну, как бы перед Новым годом. Очень много. И большинство, я даже не знаю, что это такое. Вот, например, да, мне прислали вот такую штуку. Я подумала, что это, наверное, увлажнитель воздуха. Но как он открывается, непонятно. Теперь придется ждать, когда Серж придет, разберется с этим. Потому что инструкция, как бы, там нет, по-моему, на русском языке ее. И, ну, не знаю, как бы, что это такое. Но я думаю, что это все-таки увлажнитель воздуха. Потому что уж очень он похож. Только как сюда заливать, тоже непонятно. А еще смотрите, какие красивые сережки у меня появились. Вот они. Очень классные. Они, короче, с натуральным камнем идут. И здесь какой-то специальный металл. То есть, как бы, он не будет, я так поняла, ни темнеть, ничего. И это камень горный хрусталь. Вообще, горный хрусталь это мой камень. И еще, когда я была маленькая, мама купила мне кулон с горным хрусталем. Естественно, внутри есть такие небольшие вкрапления и так далее. То есть, это говорит о том, что камень натуральный. И у меня там тоже есть, кстати. И как раз набор. И у меня горный хрусталь, там кулончик в виде капли. То есть, такая слезинка. И теперь у меня еще и сережки будут. Правда, вот здесь вот камень обработанный. И видите, ровный такой. Ну, шарик. Сейчас я их от пломбы оттиру. Попробую примерить. Обалденно смотрится вообще. Мне очень нравится. Мне вообще сам камень горный хрусталь нравится. Вообще, его можно носить абсолютно всем. Ну, то есть, он большинство подходит. Но это прям вот мой камень. Плюс у меня еще тигровый глаз. И так далее. У мамы с Викой аметист. Короче, у нас мама просто камни натуральные любит. И она про них вообще все знает. Поэтому я так немножко тоже начала уже разбираться. И у нас раньше у каждого были свои камни. То есть, Антону маму покупала. Вике. Мне. Себе. И вот. Напишите в комментариях. Как вам сережки? Ну, они такие, да, простые. По дизайну. Но зато они подойдут абсолютно подо все. То есть, такие лаконичные, очень красивые. Не знаю. Я прям в восторге от них. Мне нравятся, нравятся, нравятся они. У меня здесь на диване, смотрите, тоже куча моих подарков лежит. Нужно их будет потом разобрать. А я так еще не сходила в ателье и не отнесла свои одежды, чтобы подкратили мне брючки. Все, никак не было времени. Сейчас звонила Сержу. Он где-то через часа два уже будет дома. И вот мы сегодня с ним задумались. Оказывается, ровно через неделю уже будет Новый год. То есть, времени осталось совсем мало. Ну, как бы, у меня как не было в Новый год не у нас ранен, так и нет. Ну, и, соответственно, потому что без снега у нас погода. Может быть, еще и поэтому. Но мне даже нравится. Ладно, Новый год, фиг с ним. Мы все равно в этом году не будем очень много готовить, как в прошлом году. Потому что в прошлом году нас было больше. И в прошлом году еще тетя с нами встречала Новый год. А она просто замечательный повар. Очень все хорошо готовит и красиво все это. А в этом году нас будет мало. Ну, и я так подумала, что мы, наверное, ну, приготовим где-то салатика два майонезных, плюс еще два каких-нибудь корейских и что-нибудь на горячее. Вот. И особо не будем там обжираться, что-то там делать. Вот как-то так мы проведем Новый год. Лучше мы все это празднование оставим, когда Вика прилетит с Лерой из Кореи. И когда, возможно, еще папа может приедет. И Антон. Ну, посмотрим, короче. Сейчас, когда сняла сережки, посмотрела, оказывается, они у меня серебряные. Здесь и проба стоит, потом почитала. Реально, оказывается, серебряные. То есть, сами сережки серебряные, получается, с натуральным горным хрусталем. Вообще комбо. Отлично. Я люблю серебро. Я серебро люблю с детства даже больше, чем золото. Просто в какой-то момент я почему-то стала покупать золото и украшения. Даже не покупать. Хотя, сереж мне начал дарить золото. Серебро он мне никогда не дарил. А я люблю серебро. То есть, мне нравится, как выглядит оно. И особенно есть такое серебро, черненное, по-моему, оно называется. Ну, с такими вот черными пятнышками. Тоже красиво смотрится. Более такой винтажный стиль создается. Классные серьги. Серж приехал и снова нас порадовал, обрадовал. Короче, притащил нам такой тяжеленький пакетик. И здесь роллы. Каролина у нас любит роллы. И постоянно заказывает ему. Сейчас, короче, распакую, покажу. Че ты такая дорогая? Я так долго ждала. Каролина реально долго, Сержа, ждала. Все спрашивала, когда? Когда он приедет? И вот он приехал. Сюжетка. Какие вкусные, такие красивые. А-а-а. Кстати, я сейчас чай заварю. Мы с чаем будем, как обычно. Какие-то, какие маленькие? Ну, нет, они наоборот большие. Че ты говоришь? Ага. Ну вот реально, посмотри, какие классные. М? Да. Вот. Вот. Очень вкусные. Серж, ты будешь супчик или ты будешь роллы с нами? Нет, кушай. А ты вообще ничего не будешь, что ли? Суп будешь? Нет, я хочу на тренировку пойти, но на кофе. В смысле, сейчас на тренировку? Нет, я не пойду. Сейчас, я сейчас буду есть. Что, можешь? Как это вкусно, как это круто. Че, нравится? Твои любимые? Много не переедай, хорошо? Нет, я не знаю. Вот сколько ты сможешь есть, только ешь. А то Каролина у нас иногда роллы переедает. Ну, зайка. Че, как дела? Отлично. Это я не даю, попробуйте. Вкусно? А папа что не надо? Папа, зовите. Идем кушать. Котлетку, Серж, не доел. Привез домой. Иван-чай я заварила, Иван-чай. Слушайте, у нас что не день, то какая-нибудь радость. Каждый день у нас чекмил. Не прям, да, каждый день. Но скоро Каролина будет каждый день отдыхать на каникулах. Все к нам съедутся, приедут. И у нас будет каждый день пир на весь мир. И прощай, моя фигура. Ну, зайка. Аккуратно. Серж, идем чай хотя бы пить. Хорошо. Сейчас уже время 9 часа, а я в 6 часов вечера так кушать захотела. Ну, в принципе, у меня ужин всегда в 6 уже. И я поела в 6. Мам, не спать, нужно. А у нас в 6, и все последние часы. Ага. Что это? Ты куда? Сейчас я ее вживу. Хорошо. Уже сразу, что ли, эту стиральку включил? Ну, и он лишь. Пасты есть, так. Да не, Софья. Обычно, знаете, как я ем, я беру соевый соус и туда добавляю васаби. И тогда вкусно так. Я не знаю. А Каролина вообще соевый соус не ест. Ну, имбирь я раньше вообще не понимала. Мне казалось, что имбирь вкус соевой пасты. Ой. А сейчас мне нравится. Зубной пасты, зубной пасты, вот. А сейчас, ну, иногда я могу, да. Просто именно вкус роллов не ощутить без имбиря. Тогда вот я замешиваю. Вот эти пришла раз мне понравится, а Сержа попросила купить вот эти. Ммм. Каролина, вот эти попробуй. Они с авокадо. Очень вкусные такие. Вот эти еще. Ты любишь. Короче, выходишь, да, Каролина? Подожди, не видите роллы. Ну, вот я же показываю. Вот эти. Я показала их тоже. Каролы и чай просто как смысл жизни. Как... Что на это смысл жизни? Угу. Серж съездил по делам. Вот вернулся. Завтра что будем делать? Готовимся к Новому году. Уже пора? Ну, так на дворе 20... А, завтра. Завтра больно. Да. Тривер больно. Поликлинику, ну, записала на прививки, надо сходить. А, завтра Каролине на прививку нужно? Или сегодня? Завтра. А еще надо забрать вот этот. Карту надо забрать ее. Завтра вам пойду заберу. Так, завтра 25-й? Угу. Да. 12.50 у нас этот. Карту надо забрать. Ну, с кем будет? Короче, знаете, такая ситуация. Мы ходили до этого в поликлинику, чтобы сделать Каролине прививку. Нас отшили. Сказали, если вы в школе, то идите делайте в школе. В школе сказали, делать никто не будет. Прививки идите в поликлинику. Но, как бы, в поликлинике отказываются обслуживать тех, кто обслуживается в школе. Что за бред, вообще непонятно. То же самое было в саду. В садике говорят, что вы идите в свою поликлинику. В своей поликлинике говорят, идите в садик. Потому что у вас там есть свой медперсонал. И, как бы, все прививки уже ими курируются. Короче, бардак какой-то. Но мы все эти разы ходили там, что-то платно делали, что-то это. Просто есть прививки, которые нужно сделать там, именно для школы, что ли. Короче, завтра пойдем узнаем. Ребята, значит, Чангука. А ты что, не показывала еще? Чангука. Я знаю. Сейчас, это закладка. Это закладка такая. Мы это вот так положили, а вот это вот так. Вот, видите, это закладка. Как она называется? Магнитная. Закладка магнитная. В прошлом году украшала свою комнату к Новому году. Там гирлянды и так далее. Все вот это вот вешала. Именно такое новогоднее. А в этом году все прошляпило. И как-то неохота было сначала. А потом уже и времени не было. И, короче, вот эти вот осенние листочки, я так поняла, что уже пора бы убрать отсюда до следующей осени. Потому что они реально именно такие вот осенние-осенние. Выложила их сюда. Сейчас нужно будет собрать куда-нибудь. Положить вот сюда, наверное. Здесь обычно у меня хранятся вещи для декора разного. На подушку надела колпак. И мой микрофон здесь красуется. Только что закончила все то, что я запланировала на сегодня. И то половину не доделала. Но все равно я довольна. Серж, кстати, пошел в спортзал таки на вечер. Да, а я не хочу, не хочу сейчас идти на вечер. Короче, я подумала, что теперь буду делать еще и силовые тренировки. Ну, то есть, если до этого у меня в основном было кардио и немножко силовых, теперь я хочу сделать половину на половину. Потому что мне уже надоело бегать. Ну, просто скучно уже стало бегать. Поэтому я хочу теперь где-то на бег тратить 30-40 минут. И где-то столько же делать силовые. Но это я уже начну со следующего раза. Наверное, может быть, завтра днем сходим с Сержем. Вот, сейчас я уже буду заканчивать этот влог. Потому что мне еще нужно будет разобрать файлы на компьютере. Это займет где-то часа два еще. Вот, поэтому обязательно ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Подписывайтесь на канал обязательно. И увидимся с вами уже завтра. Всем удачи и всем пока-пока.